так все приветик всем привет привет не знаю чем мы сегодня будем разговаривать предлагайте потому что я просто так присоединилась вы прекрасно это знаете тему никакую специальную какую-то особенную не планируя потому что мы с вами тут любим болтать у нас дома прохладно хотя зачем кого это нужно да с чем я об этом говорю поэтому я немножко при оделась привет здравствуйте здравствуйте расскажите что там по поводу интенсива кто запланировал участвовать кто будет может быть после вчерашнего эфира есть какие-то девочки которые решили поучаствовать мне было бы очень интересно об этом узнать сейчас что там писала елена красавица с прической классно приветик приветик я волосы убираю чтобы не мешали они мне сильно вышивать привет-привет вышиваю брошечку не знаю показывать вам или нет потому что она еще не готова вот аня будет ура мне интересно если такие девочки которые но вот совсем недавно решили участвовать и которые новенькие потому что и всегда новеньким очень рада хотя стареньким рада не меньше потому что это ну всегда знаете уже когда старенькая девочка подключается к интенсиву то я уже примерно понимаю что будет потому что потому что мы уже работали с этой девочкой я уже знаю там насколько насколько как бы это правильно сказать насколько она опытная и каким образом пойдет наше занятие потому что есть девочки которые только присоединяются и совсем неопытные и много вопросов и я рада этому потому что его много раз говорила что когда есть вопросы для меня это всегда признак того что что-то интересно потому что если вопросов совсем нет у начинающей вязальщицы это значит что ей не все интересно и наверное уже в этом моя какая-то вина или если девочка опытная тогда я уже знаю что вопросов будет там совсем по минимуму или просто будут скидываться домашние задания без всяких вопросов что тоже неплохо так не моя там граждане ваша добрый вечер приветик я вообще бабушка так не елена не бабушка вы я знаю меня смотрят более старшие женщины к тому же моей сестре старшей там 4040 я всегда забываю 43 будет 42 мне кажется что елена вы по возрасту как-то похоже с моей сестрой так это или не так тоже интересно напишите у меня это будет первый интенсив даша я очень рада что вы с нами потому что повторюсь не всегда интересно с новенькими хотя не менее интересно со старенькими потому что уже знаю чего ожидать хотя опять еще одно хотя девочки которые участвовали в первом интенсиве до предположим потом начали участвовать следующем а потом например еще раз в следующем и я вижу насколько проходит происходит рост потому что обычно в первом интенсиве много вопросов много всяких запинок которые мешают работать во втором поменьше и в третьем уже просто скидывая домашнее задание все верно и даже без вопросов и собираемся вязать мы свитер с круглой кокеткой лопопеси называется приветик настя привет привет длины не наговаривай пишет насчет бабушка я по времени просмотра ваших эфиров самого а я поняла вы бабушка потому что вы смотрите эфиры самого начала с реглана сверху но круто честно говоря у меня мало таких девочек потому что я заметила тенденцию ну и на самом деле это и со мной тоже связано то есть я тоже это понимаю заметила тенденцию что со временем какие-то старенькие девочки уходят и на смену стареньким приходят новенькие мы саша это обсуждали нам кажется что все-таки иногда случается так что одно и то же надоедает хочется чего-то другого и девочки но просто перестают смотреть эфиры а я-то не меняюсь но я имею ввиду что я один и тот же человек в любом случае мое лицо в эфире никак не изменится но разве что я сделаю там какую-то даже это знаете супер ринопластику накачаю губы и еще что-нибудь тогда может быть но по сути человек я один и тот же поэтому знаю такая есть тенденция что со временем начинает надоедать и некоторые уходят но приходят другие и это тоже хороший показатель потому что если вообще никто не приходит а только уходят знать все плохо я тоже хочу на интенсивно еще не оплатила я пока не опоздала не отоплачивать вы можете совершенно спокойно до конца марта потому что даже в первый день интенсива ой в первый день в первую неделю интенсива еще можно оплачивать то есть совершенно спокойно можете у вас еще есть ну месяц там месяц грубо говоря у вас еще есть и один день сашенька зато с нами старенькими весело с новенькими тоже весело но со старенькими мы уже как подружки потому что я уже могу написать и например имя старенькая девочка с маленькой буквы случайно и я знаю что старенькая девочка не обидится потому что ну как бы со мной уже знакома новеньким к новеньким я все-таки стараюсь быть более объективной что ли чтобы не получилось так что какие-то мои фразочки шуточки или еще что-то но не приняли и не так как нужно потому что бывает иногда такое когда начинаешь общаться как со своим но все-таки нужно немножко еще поосторожнее потому что все характеры разные знаю девочку которая не помню снежана по-моему писала которая писала мое имя с маленькой буквы извинялась ну вот потому что знает что могут обижаться вот типа того знаете когда со старенькими уже можно не извиняться когда новенькие все-таки еще нужно извиниться наверное елена имела ввиду не возраста то что уже не первую нее интенсив да это да сашуля ты говорила что меринос нужно плотнее вязать да да вот если какой-то номер спиц указан на мериносе ну он указан сто процентов то все-таки берите чуть тоньше спицы присоединиться к интенсиву можно до до конца марта у вас целый месяц для того чтобы присоединиться и интенсив еще не начался и будет он через месяц еще мне надо подготовиться к нему сначала не собиралась а после вчерашнего эфира задумалась ищу пряжи но я из беларуси смогу ли я оплатить да у нас участвовали девочки из беларуси и так что сможете приветик маргарита хочу попробовать связать свитер стиле рубан как думаете не сильно замахнулась нет не сильно но единственное что не с нами потому что мы не будем его вязать а если самостоятельно то сейчас мне кажется так много уже информации по этому свитеру в интернете что точно думаю вы сможете его связать это любовь или она пишет а это взаимно очень правда потому что потому что но как можно не любить тех девочек которые со мной в эфире постоянно я постоянно по жизни от елена значит будем мы с вами вдвоем если все разойдутся мы или на бум с вами вдвоем вести эфиры и разговаривать я тоже с реглана сверху на не все смотрю лапа пейса очень интересует ой круто присоединяйтесь а вот вы мне видимо редко пишите потому что я ну как-то с вами по моему даже лично не общалась может быть чуть-чуть но я имею ввиду что есть такие девочки которые вот прям уже знакомы мне вот чисто панику потому что обычно я запоминаю по папу папу фотографии потом фотографию могу девочки поменять и все я могу что-то где-то забыть вас вот даже по фотографии не помню так что пишите мне чаще привет сашенька приветик из новосибирской области это валентина приветик вам это будет первый интенсив мне хочется узнать толщину пряжи на жаккард я сейчас подумала давайте так чтобы пряжа была вообще можно любую толщину серьезно можно даже очень толстую можно очень тонкую но учтите что тонкий свитер чем тоньше пряжа тем дольше вы будете вязать тонкий свитер вяжется дольше чтобы вот прям успевать все домашние задания конечно же желательно чтобы пряжа была средней толщины я думаю что для жаккарда подойдет пряжа в 100 граммах давайте так 200-300 метров вот что-то такое 200-300 может быть там еще чуть чуть больше чуть чуть меньше но вот в этом районе вы не меняетесь на информацию даете новую и интересную я не люблю повторяться хотя я уже очень много раз повторялась во всех интенсивных что-то было такое о чем я уже рассказывала ну ничего страшного вот поэтому стараюсь вот прям совсем совсем что-то новое придумывать и фасоны разные и чтоб интересненько было я ни один интенсив не пропускала ой наталья вот вы прям ветеран ветеран я очень уже хорошо вас знаю мне с вами комфортно работать эфир если свободно всегда смотрю не очень люблю писать и надоедать вопросами стараюсь всегда сама думать да наталья почему я сказала мне с вами комфортно работать потому что всегда домашние задания и минимум вопросов а я с вами с тех пор как появилось видео по выборе спиц я всегда так переживаю за свои старые видео и даже помните недавно мы с вами общались на тему я говорила что прям вот совсем не рада я что есть некоторые видео на моем канале но они действительно приносят пользу девочки смотрят интересуются в итоге потом находят меня это счастье поэтому пусть будут ничего страшного уже но есть такие видео за которые прям как-то неудобно ко мне все новые ой елена я ко всем на вы чтоб вы понимали все кому кому я когда-либо обращаться уж и девочки часто пишут но я же не старенькая зачем ко мне на вы я обращаюсь на вы не потому что вы старенькая а я молоденькая потому что это знак уважения к человеку к незнакомому я всегда на вы обращусь даже если это явно младше меня человек плюс я не хочу никого обидеть потому что бывают действительно обижаются кому если на ты обращаешься поэтому тыкать я не привыкла и поэтому называю всех на вы чтоб точно уж не ошибиться у меня бывают такие ситуации когда мы с девочкой давно на ты уже договорились и я в том все равно вы как начинаю потому что я не помню с кем я на вы с кем на ты вы знаете у меня даже был интенсив 1 я не помню какой вам по секрету расскажу маленький секретик был интенсив 1 где я сделала отдельную таблицу рядом с вашими никами ну вот в нашей отдельный столбик в таблице там где я отмечаю домашние задания и там я сделала отметку с кем я на вы с кем я на ты я ставила пометку с кем разговариваю на ты но все равно мне было очень сложно сначала заглянуть в таблицу чтобы написать человеку поэтому я все равно выкала но те которые старенькие девочки я уже многих запомнил а с кем на ты поэтому не обижайтесь их я бы тоже лапа песен связала очень хочу прям мечтаю времени нет потом обязательно свяжу по видео эльвира хорошо без проблем бежите потом я тоже хочу оплатить рады чтобы ответьте с эльвири я сказала вы хотя я помню что ему на ты тоже хочу оплатить рады что не опоздала на счету только 120 рублей и осталось а 100 рублей за интенсив платить стыдно но это уже личное дело потому что потому что тут у нас нет правила если вы платите 100 значит вы немножко хуже чем все остальные платите сами сколько хотите я даже это комментировать не буду лена вы все новые потому что воспитанные да верно приветик привет к ой привет как привет к я читаю следующее сообщение там написано да я читаю привет к хотя ладно да редко я молча наблюдаю слежу за нами пишите мне почаще хотя бы под приветик пишите чтобы я вас запоминала потому что такие девочки которые со мной с времен реглана я должна вас знать в лицо в ваш не знаю вашу страницу сашенька хотела посоветоваться я всегда думала что лапописы больше зимний вариант одежды да но сейчас хочу указал катон вязать можно можно я вообще против всяких стандартов и правил жаккард можно носить и в прохладное время года вообще да это естественно зимний свитер свяжется из шерсти и за счет того что там есть жаккард он как бы двойной получается поэтому он греет лучше чем вся остальная одежда двойной свитер получается но я вообще не против если вы будете его носить весной осенью и естественно вязать если вы его будете из более прохладной пряжи 1 интенсив котором участвую надеюсь дочка даст в срок все сделать ой круто давайте вместе с вами будем работать добрый вечер аня а я не поняла слова молчу не вышли из кустов я не поняла про кого это еще у меня коричневые песочный цвет вот думаю какой трети подобрать узор у меня кошки может черный сделать можно черных кошечек сделать если коричневый песочный можно добавлять какой-нибудь бирюзовый голубой мне очень нравится это сочетание ну например там кошку какую-то коричневую песочную сделать а еще дополнительно орнамент какой-то голубой бирюзовый что еще такое с коричневым темно-зеленным какой-нибудь болотный зеленый тоже очень хорошо ну надо вот у меня бои как раз здесь у меня зеленый бежевый фиолетовый вот можно добавить какого-нибудь фиолетового такого приятного не ядреного оттенка тихонь и молчу не вышли вы не напишет девочки вопрос ко всем живу в маленьком городке появилась серьезная конкурентка заметила что мои продажи упали я сразу подумала что виной всему качество моих работ как вернуть себе клиентов угла вы уверены что они к этой конкурентки ушли мне кажется что нужно завлекать даже не то что завлекать и нужно просто быть самой собой и быть предрасположены к вашим клиентам потому что если у вас будет супер крутой сервис так вам естественно люди будут с большим удовольствием найти сделайте какую-нибудь фишечку типа там личная встреча если вот вы в маленьком городке живете если у вас заказывают там там типа заказ при личной встречи снятия мера какой-нибудь там знаете и примерки несколько штук ну вот что то такое сделайте и мне кажется что девочки которые у вас пару раз закажут они потом расскажут другим и таким образом вы станете более популярны но я считаю что здесь не нужно понижать цены например до чтобы к вам перешли все-таки вы должны быть чем-то лучше они просто дешевле я как раз тонкий буду вязать 50 грамм 210 метров спицы 275 образец уже отвязала и головой вся в интенсиве хотя надо довязать все начатое до интенсива вот как раз вяжите довязывайте начатое потому что потом будет обидно что столько времени прошло и не довязали александра добрый вечер добрый подскажите пожалуйста пряжу для мужского джемпера чтобы держала раны и косы мире нос я всегда его советую но если вы хотите какой-то такой знаете свитер зимний то есть теплый мужской если ранее косы скорее всего это что-то зимнее мне сразу кажется тогда можете еще ильпаку посмотреть там с разными с добавками тоже очень хорошо будет теплый и будут хорошо держать на вы говорю я всем обычно когда в школу пришла работать дети были шокированы что я к ним на вы ой знаете они я не всегда так было приятно в университете когда преподаватели к нам некоторые не все конечно но большинство все-таки обращались на вы сразу к этому преподавателю другое отношение не знаю как у других девочек было но у меня всегда было больше уважения к тем преподавателям которые на вы хотя были такие которые тыкали мне кажется что в университете это вообще недопустимо если в школе то вообще супер я тоже с новыми людьми на вывод пишет елена я и со старыми и с новыми со всех и так здравствуйте вот эльвира пишет минуты что такое красивое делаете брошечку делаю покажу вам наверно может чуть позже или как будет готова и не знаю сашенька добрый вечер сколько расцветок пряжи на свитер на папе сам нужно добрый вечер любое количество даже один ну понятное дело что лапы песни получится потому что у вас не будет жаккарда но на жаккард нужно как минимум два оттенка основное дополнительное но в то же время желательно до чтобы было два три дополнительных будет красивее тут уже зависит от вашей фантазии все и того что вы имеете если у вас есть два цвета используйте два этого тоже хватит вот можно прямо из десяти вязать серьезно вам говорю это же все получится если хотите на лапа пейсу там где есть основной цвет и дальше на кокетке столько жаккард тогда тогда так и выбирайте чтобы одного основного цвета у вас было побольше ну там грамм 400 а других цветов уже были поменьше на точке там может можно даже вязать из каких-то остаточков но тогда чтоб их побольше было вот они пишут бабки цены ненадолго не знаю насчет цен вот я как бы переживаю что знаете как обычно бывает если низкая цена то сразу аудитория вокруг этого человека образовывается экономная которые любят экономить девочки которые заказывают что-то вязаная не потому что это круто потому что это дешево предположим да точно так же человеку которого высокие цен но уже есть заказчицы и уже есть какая-то аудитория он наоборот привлекает к себе других более обеспеченных людей поэтому если вы избавите цены то возможно девочки которые готовы заплатить много они так и будут ходить к той 2 мастерицы а если ну а к вам наоборот придут те которые любят экономить но тут тоже смотрите по своей ситуации для чего вы это делаете если вам нужно сильно сильно много заказов большая аудитория тогда цены должны быть низкие чтобы накапливать опыт и накапливать клиентов потому что я например так и начинала я делала очень низкие цены поэтому у меня сразу я научилась хорошо вязать потому что было много заказов а много вязания это всегда накапливается быстро опыт но и плюс клиенты которые рассказывали уже потом своим друзьям забыла оплатить интенсив вы мне сегодня ссылку кидали а у меня с головы вылетела не переживайте время еще есть как раз сегодня читала пост о том что надо цены указывать как говорят конкуренты и так узнают а и так узнают а покупателю надо знать на что рассчитывать это вообще давно известно что если нет цента это подбешивает но там еще есть некоторые нюансы по поводу цен уже не буду вам об этом говорить потому что эта тема по моему совсем другая многие случаи когда цена лучше не указывать и не за конкурентов конкурентов вообще из-за конкурентов не переживайте потому что вы вяжете не для того чтобы конкуренты не связали то что у вас и вы дожди для своих клиентов точно также и думать нужно о своих клиентах а конкурентах не думайте действительно а настя написала они и так узнают они попросят подругу вам написать и узнают цену поэтому не стоит из-за конкурентов так сильно заморачиваться как создать супер крутой сервис я вижу пока только шапочки снуда и прочую мелочь а что к ней ушли заметил несколько комментариев у нее под фото от моих клиентов вполне может быть что она сама как-то ваших клиентов к себе привлекла то есть может она им писала периодически потому что видит что да у вас девочки что-то комментирует заказывают и таким образом это все происходило у нас вообще был случай еще очень давно мы даже прям там сильно как-то реагировали хотя можно было поменьше нас реально девочка писала то есть когда спрашивали цену спрашивали можно ли заказать девочка какая-то которая тоже вяжет она писала тут же этим ну камин комментирующим девушкам что я могу вам связать и цена у меня ниже заказываете у меня естественно они сразу тут же перекидывались к ней ну какие-то перекидывались какие-то оставались у нас но в основном те кто не знаком с нами естественно они шли к той девочки потому что цена ниже она первая написала и это как-то располагает к себе может быть ваши тоже конкурентка так сделала не знаю но как создать супер крутой сервис тут нужно просто действительно быть собой и не быть люкой потому что нужно понимать что ваши клиенты это ваше счастье как я говорю вы получаете удовольствие от того что кому-то вы сделали приятно кому-то что-то связали поэтому тут нужно со всей душой относиться каждому клиенту и разжевывать пережевывать ложить в рот если какие-то вопросы есть на которые например вы уже ответили все равно нужно стараться делать так чтобы клиенту было комфортно в любом случае вот просто с помощью общения это все достигается когда отвечаете односложно грубовато немножко где-то что-то недо отвечаете знаете как много раз бывали у меня ситуации когда писала в какие-то магазины какие-то вопросы там напишу три вопроса на мне только на один ответят и я не понимаю что мне делать мой вопрос не заметили мне сейчас ответят или все-таки специально намеренно не ответили как мне реагировать мне заново задавать их или мне как бы все на этом ну то есть есть такие мелочи на которые очень клиенты обращают внимание а вы возможно думаете что в этом нет ничего страшного ну как-то вот надо чисто от души работать вот не понимаю как можно указать цену цена же меняется в зависимости от качества материалов размеров и так далее как как в таком случае указывает цену здесь вы в корне не правы простите что я вам так скажу но потому что я сама лично на своем опыте через это все проходило это не то что я там ход и такая вся родилась умная или саша там не тут же все подсказал на самом деле все с опытом приходят клиенты не любят выбирать да есть отдельные какие-то группы людей которым нужно каждый сантиметр проконтролировать и выбрать из целого огромного списка там составов например толщины пряжи цвет и все такое клиент большинство клиентов выбирать не любят если они не связаны с вязанием так тем более и они сами не смогут определиться какой нужен состав какой нужен цвет ни в коем случае не стоит это все перекидывать на руки клиентов вот я уже увидела у вас как бы первую так сказать проблему лучше сервис тем что вам самой нужно все это за клиентов решать то есть если человек пишет здравствуйте мне нужно там шапочка на зиму осень вы спрашиваете ну предположим да на кого вы хотите на ребенка на себя в каком месте вы живете на какую зиму холодную сильно или не сильно вам нужно шапочка человек вам отвечает и вы говорите вам подойдет вот такой состав и предположим вот такие цвета но есть в наличии да или там я могу из вот этих цветов связать и все и человеку уже проще выбрать среди зеленого синего и красного чем самому выбирать составы искать это все по вашим ссылкам предположим да часто кажется что если закидаете ссылками заказчика заказчика если будет большой выбор то и как бы это правильно сказать то и вы покажете себя с лучшей стороны на самом деле не так клиенту тяжело выбирать и по моему опыту в основном заказывают то что я уже связала и они не хотят зеленый или синий или красный свитер они видят белый и они скажут мне надо точно такой же белый поэтому вам нельзя такой разброс цен делать вы не должны говорить что цена зависит от состава вот вы сначала выберите а я вам потом скажу либо сделайте где-то отдельное место куда вы запишите состав цена состав цена там размер цена предположим детская взрослая шапочка и все если клиент попадется такой которому нужно самому выбирать тогда вы сможете его направить вот именно в эту область в это место если клиент которому вообще абсолютно как бы все равно в первое время какой ему состав там нужен не понимают люди что такое предположим альпака или меринос им без разницы пока пока вы мне объясните вот если такой клиент тогда вы самостоятельно должны ему сказать что ему нужно и тогда он согласится с этим цена должна быть фиксирована обязательно вот поэтому так и пишите например человек пишет здрасте мне нужна шапка вы можете сначала ему написать цена от да и задавать направляющие вопросы какие-то на какой сезон какого цвета предположим уже оттенок выбирать и после этого как человек вам ответит на эти вопросы вы сразу ему можете написать определенную цену и скинуть одну единственную ссылку или там написать один единственный состав который ему поможет по которому подойдет вот так и когда под вашими работами не цены это тоже плохо но наверное она есть у вас но как бы все равно говорю то есть если вы связали кому-то шапку выложили свою работу сразу пишите состав цена там размер и мы все что еще можно и написать там помпон например какой из какого-то же материала если он у вас есть то есть человек тоже может посмотреть и захотеть именно эту шапку саша добрый вечер у вас магазине будет будущем софт донни галт вид и вязали ли вы из него какое мнение добрый вечер не знаю насчет этой пряжи не могу сказать точно не вязала это же из этой пряжи мы планируем конечно же всякого разного но постепенно все сразу не получается и не получается по времени и не получается как-то все это знаете быстро организовать для меня хороший сервис это много внимания красивая упаковка маленький подарочек шоколадка там или открытка в подарок клиенту это тоже но это знаете это все уже видится после того как человек сделал заказ предположим если нет заказов что делать то есть нужно привлекать именно сервисом который вы оказываете в процессе изготовления процессе вязания а естественно да красиво упаковка подарочек особенно я обожаю в корсово когда мне какие-то подарочки кладут это очень важно это действительно если человек закажет и это все получит он второй раз придет вам сто процентов он не пойдет уже конкурентки потому что он не знает кладет и на подарочек или нет а вы кладете и сто процентов к вам придут спасибо большое за совет и если не возражаете подпишусь на вас это они пишут и есть что подчеркнуть для себя мне кажется тут девочки нет такого что подписываться нельзя если нельзя то закрытый профиль обычно и уже человек сам решает добавлять вас или нет тоже брошки из бисера начала себе делать ой круто спасибо за ответ не за что насчет цен у меня была такая история начинала шапки и вязать очень дорого были заказы потом появилась девочка другая чуть дешевле чем у меня я предложила цену еще ниже а что дальше было заказы пришли снова к вам вообще реклама двигатель торговли бог с ними со старыми клиентами привлекайте новых старые клиенты знаете чем дороги тем что они возможно не придут второй раз но тут уже такое знаете 50 на 50 тут или придут или не придут не угадаешь но старые клиенты хороши тем что они всегда ходячая реклама они не только могут рассказать о вас своим подружкам но еще и они наденут шапку и представьте они идут по городу сколько человек эту шапку видят а если она еще с вашим логотипом то представьте сколько человек запомнят название этой шапки потом поищу где-нибудь в интернете естественно друзья какие-нибудь будут спрашивать откуда шапка тут даже уже дело не в том что красиво некрасиво все равно подружки всем все время интересуются и вот именно старых клиентов за старых клиентов нужно держаться потому что они рекламируют вас хорошо что значит держаться это значит что нужно сразу ему предложить что-то что его очень сильно порадует то есть либо супер качество должно быть вещи либо тот же самый подарочек чтоб вас потом вспоминали всю жизнь оставшуюся как супер хорошего мастера но хотя мастер тут не у вас спасибо с вами хотя мастер тут ни при чем потому что если вы положили подарочек это не значит что вы хороший мастер но супер хорошего продавца давайте так их нужно нам эфир по продажам ну вот мы как раз час об этом и говорим спрашивайте если что точно про продажи нужен эфир спрашивайте сейчас есть я знаете книг сильно не читала я читала книги о про общение с клиентами вот когда есть магазин приходит человек что нужно делать и опыт у меня тоже маленький был ой спасибо шоколадку каких-то именно специальных прям супер книг не читала только лишь потому что на опыте на своем получаешь гораздо больше на опыте получаешь гораздо больше опыта вот что я хотела сказать и это гораздо ценнее потом получается чем прочитать какую-то книгу есть у вас мастер-класс или интенсив по брошкам нет но я планирую как-нибудь его сделать может быть весной или летом все равно вязание творчество художники так не заморачивается если смотрите тут тоже два варианта есть если если вы хотите просто вязать для души потому что сейчас чуть отступление скажу мне часто девочки пишут как начать какие цену устанавливать что делать я сразу пишу у вас два варианта есть даже три по моему сейчас расскажу о двух у вас есть два варианта либо вы хотите просто тихонечко вязать вечерами зарабатывать какую-то копеечку дополнительную до чтобы себе там туфли в конце месяца купить порадовать себя или там например ребенку что-нибудь купить ну или отложить может быть денежку на что-то и есть второй вариант когда вы хотите чтобы это была ваша основная работа когда вы хотите чтобы вы именно как пчелка трудились зарабатывали большие деньги и чтобы вы развивались то есть чтобы потом возможно у вас появились какие-то сотрудники может быть курьера вы наняли чтобы не самой бегать на почту курьер это все возил тогда здесь уже нужно заморочиться тут не подойдет что это только творчество все равно только мне половинку оставишь не хочешь оставишь все равно это не получится то есть это будет будет какой-то рост конечно же будут клиенты будет такое возможно что вы проснетесь утром и скажете о боже у меня сто заказов что мне делать но все равно тогда наступит такой момент когда вам надоест вязать одно и то же и тоже нужно будет когда-то дальше двигаться поэтому как правило если случается вот такое развитие внезапно когда выстрелила какая-то ваша одна модель и повалились заказы как правило это уже наоборот не творчество это уже просто вы создаете одно и то же чтобы зарабатывать а вот чтоб и творчество и чтобы и зарабатывать и это и основная работа была бы там нужно под заморочиться нужно все-таки заниматься не только вязанием но мы сейчас обязание говорим но еще его всяких других штуках конечно есть исключение но поверьте очень сложно попасть в это исключение то есть скорее всего вам нужно будет реально заморачиваться цена лучше не указывайте за закона увы на самом деле девочки не очень сложно открыть и п и работать официально вообще не сложно если у вас если у вас совсем маленькие маленькое количество заказов и вы там ну там не знаю пару свитеров месяц вяжите тогда не заморачивайтесь никто вас не найдет и никто ничего вам не скажет но если вы прям конкретно зарабатываете то нет никаких усилий чтоб открыть и п платить налоги работать официально ну совсем вы немного заплатите и и ну и вообще там нет никаких проблем я вам серьезно говорю поэтому если вы так переживаете то можно просто открыть и п и указывать цены и нормально работать как человек приветик добрый вечер жесть какая подлость это наверное про то что я рассказывала в том-то и дело захожу к этой девочки на страницу и понимаю что не очень красивые оригинальные работы совсем не похожие на мои а копировать ее работу думаю будет некрасиво я имею ввиду вязать такие же извините я не знаю как вы зовут тогда тем более вам вы не должны переживать потому что если она вяжет что-то другое то вы продолжаете вязать свое и таким образом вы не будете друг другу мешать все равно сейчас я попаду камеру все равно клиенты ее пойдут к ней ваши пойдут к вам если у вас разные работы то вы не будете друг другу мешать я думала что вы вяжете в принципе одно и то же ну одно и то же я имею ввиду там шапки с косами из линоса и с меховым помпоном ну так вяжите другие если у вас самой нет уверенности в том что вы супер продукт создаете вам сложно будет это продвигать у начинающих так всегда все не уверены в том что они делают что-то правильно но нужно начинать бояться не нужно где находится ваш магазин это ко мне вопрос официального в смысле официального физического магазина у нас нет мы в интернете находимся здравствуйте александра здравствуйте ой здравствуйте я вас помню вы мне писали что-то давно наблюдая за вашим творчеством восхищаюсь вами любую спасибо пересмотрела все ваши записи в прямом эфире с вами первый раз вязать только учусь поэтому пока слушаю спасибо вам большое по моему вы мне что-то писали мне кажется вас аватарка знакомые просто я ищу в своих работах недостатки и думаю что не так я не опуская руки а рекламирую как могу но при этом думаю что моего умения недостаточно пока вы будете сидеть думать что у вас недостаточно умения вот та ваша конкурентка она будет нарабатывать опыт и нарабатывать свое умение поэтому вам нужно работать работать не переживайте насчет того что у вас что-то не так исправлять всегда нужно вот как вы говорите еще что-то не так исправлять всегда нужно совершенствоваться нужно но не заниматься тем что я не такая у всех все круто одно у меня все не так может вы так и не говорите но тоже не стоит вот в эту сторону как-то осмотреть просто твердо стойте на ногах и развивайтесь сашенька скажите как присоединиться к вашему интенсиву напишите мне в директе вам скину реквизиты для оплаты и вы присоединитесь в конце марта у нас будет интенсив главное делать качественно из хороших материалов придумайте свою фишку модель цвета насчет качественность хороших материалов согласно сейчас подождите не знаю что это у меня такое ну вот придумайте свою фишку модель или цвета это очень сложно потому что потому что вот ну предположим да вы садитесь и думаете в чем моя фишка и вы не придумаете так как правило вот эта фишка она приходит как раз со временем с опытом и вы начинаете понимать на что засматриваются ваши клиенты что им нравится и тогда вы можете уже предположить что вот это и может стать вашей фишкой а просто придумать на пустом месте мне кажется это очень тяжело или например придумайте вашу модель как правило то на что вы ставите ставку не срабатывает а срабатывает совсем другое на что вы ставку не делали не знаю то у нас так может быть у других по другому но честно скажу что самые популярные модели у нас как раз те которые как нам казалось они не будут настолько популярны как остальные согласно в основном клиенты не разбираются в качестве пряжи ваша задача правильно подобрать до поделитесь много ли из вас продают свои работы девочки делимся многие ли из вас продают свои работы привет ой привет посылку отправила ой класс спасибо и кстати там есть подарочек 8 марта спасибо большое я буду очень ждать есть для отслеживания или это чисто как письмо как бандероль или как это называется потом напишешь мне потом пожалуйста что кстати вот эта девочка который мне сейчас написала это тоже касается вас девочки я потом вам расскажу мы с девочкой придумали очень классную штуку и это тоже вас касается так что ждите скоро будут новости заказы вернулись но я передумала на заказ вязать вижу на наличие а вот это вообще класс у меня наличие не пошло вижу на заказ наличие раскупили на новогодние праздники так наоборот за что вас все пошло если вас все раскупили и вас просто нет ничего больше саш конечно старые клиенты супер но стоит ли так переживать из-за тех кто ушел другому мастеру не вот и не за этого не стоит переживать мне все равно этот человек будет носить вашу вещь я же говорю круто когда старый клиент потому что он носит шапку и показывает всем вот он будет все равно носите все равно реклама вот старые клиенты тем крутым у нас нет других мастеров жанна пишет нам повезло можно советы для новичков по поводу начала продаж самый главный совет для новичков который который касается не знаю мне кажется 99 процентов тех кто начинает продавать я сама еще этому не научилась но это самое важное это фотографии девочки если вы будете фотографировать не с протертой камерой при искусственном освещении у вас не будут никакие продажи посмотрите те профили где реально есть продажи там где вы знаете что девочки вяжут ну предположим вяжут хотя мы возьмите любые профили там кто игрушки деревянные какие-то изготавливает для деток любой профиль возьмите сумки шьет вы посмотрите и подумайте вот оцените реально оцените почему люди покупают потому что это супер крутая сумка или потому что она очень красиво на фотографии изображена вот как раз все дело фотографии мне кажется 99 процентов девочек кто только начинают они к сожалению переживают из-за фотографий но к сожалению не до конца у них получается это сделать красиво повторюсь что я сама еще этого не научилась делать так как я это в голове вижу то есть я стараюсь я и саша этим в основном занимается ну не то что саша мы вместе и все равно получается что тогда не так как у меня в голове но все равно я к этому стремлюсь я по крайней мере хотя бы понимаю что фото очень важно это самое главное вот самое главное если у вас будет красивый профиль красивой фотографии это уже первый шаг к тому что у нас будет продажи нет смысла снижать цены появится народ который не будет ценить вашу работу будете тупо вязать не получает этого удовольствие отдачи после этого просто уйдет желание этим заниматься вот я как раз про это и говорила что вы тем самым притяните аудиторию которая любит экономить а дорогая аудитория на все равно пойдет кто и девочки меня зовут анжелика вот будем знать 1 я самоуверенная с первой шапки это здорово это здорово потому что я тоже не такая смысле не самоуверенная было я люблю вязать в удовольствие выставляю фото но никогда не заморачиваясь кому нравится и нужно заказывает но я понимаю что сейчас очень большой выбор я считаю самое главное чтобы приятно было цель смотрите на свою цель у вас цель просто вязать вечерами и был чтобы был дополнительный доход или у вас цель реально на этом зарабатывать вот эти самые важные вещи чтобы вещь которую вы должны для себя решить анжелика все получится если есть цель идите к ней правильно да мы вяжем в принципе одно и то же разный дизайн разные косы в итоге сочетание и коз аранов получается бомбовая работа вам нужно просто как это сказать наработать свой почерк вот когда вы сможете 100 шапочек предположим вы уже потом увидите а я мои шапки то имеют один и тот же стиль они реально отличаются от других они даже не то что отличаются цветом дизайном или еще чем-то вы просто исполнение какое-то другое вот когда вы это поймете тогда вы начнете отличаться и вас будут узнавать и будут хотеть ваши работы но это это с первой шапки не получится но там с 10 не получится это получится 100 шапки я например первое время вязала за сто процентов стоимости пряжи мне хорошо и клиенту я примерно так же делала заинтриговала классной штукой да это касается нашего магазина с пряжей покажу как все будет готово приветик мои работы не продаются потому что не получается дарю подругам они в восторге возможно проблемы в фотографиях сразу обратите на это внимание если вы думаете но не умею я делать фотографии ну что с этого теперь взять но не умею делать фотографии но хочу продавать вот тут не получится учитесь все равно делать хорошие фотографии случайно наткнулась на ваш прямой эфир и приятно вас слушать много интересного узнала спасибо ой мне очень приятно спасибо вам тоже я очень редко смотрю прямой эфир и но однажды я попала случайно на прямой эфир подписана на эту девочку давно она не по вязанию вообще абсолютно но посмотрела эфир и я по-другому на нее посмотрел и теперь я читаю все ее посты мне очень интересно так что я немножко вас понимаю мне приятно спасибо я столкнулась с проблемой покупала серьги по фото через интернет на фото они были суперским в реале смотрится как дешевая бижутерия я была разочарована в том-то и дело что шапок я уже связала много за 50 уже точно перевалило ну значит вы уже вот прям близко близко к цели своей сто процентов возможно вы даже пока не замечаете но уже почерк у вас свой есть уверена что с опытом все это приходит сама вот как по щелчку вы потом резко понимаете что у вас есть свой почек насчет серьги по фото тут работает очень сильно отзывы вот если нет отзывов если даже вы например спрашиваете где можно почитать отзывы о вашей работе и человек не может ничего дать ни один отзыв ни одну ссылку не одну фотографию скинуть с клиентом тут уже ой что это чак чавкнула тут уже вы должны насторожиться то есть обязательно нужно оценивать не только фотографии но и посмотреть как часто заказывают у этого человека какие фотографии есть может быть есть какие-то письменные отзывы все это говорит о многом если это все не значит все нормально еще что хотела сказать я обычно если я где-то что-то хочу заказать я обычно сначала присматриваюсь то есть я подписываюсь слежу за постами может быть там где-то что-то по комментирую посмотрю там как человек отреагировал и если я не вижу доверие то есть никакого мне со временем не вызывает этот профиль я не заказываю хотя я очень мало заказываю очень мало очень-очень но бывает такое что сначала присматриваюсь у нас где я живу никто не хочет покупать вязание через интернет аудитории нет не согласна с этим есть аудитория через интернет посмотрите на свои фото в первую очередь хорошие они или не очень займитесь фотографии если они не очень в интернете аудитории куча миллионы человек подписанные в инстаграме на ольгу бузову сколько их там я не знаю не было на ее странице нами саша рассказывает вот и хотя он тоже не подписан по моему вроде не подписан сань ты на бузову не подписан ну вот горит не а кто такой дэнчик подписан надо а сколько у него миллионов 1 и 3 не очень короче говоря посмотрите сколько человек на бузову подписано это все ваша реальная аудитория целевая это все девочки которые не все но девочек там наверное большинство которые готовы у вас покупать так что не говорите что нет аудитории просто нужно развиваться когда вы сидите тихонечко и ждете когда вас кто-то закажет не будет такого нужно что-то делать девочки так никто и не ответил сколько среднем стоит брать за работу вязание свитера а я не видела этот вопрос инстаграм почему-то не всегда все вопросы показывает сейчас я дочитаю потому что здесь комментарии и 10 минут осталось и отвечу смотря конечно какой свитер пряжа размер узоры на средняя цена 3000 если у меня интересует это не я говорю это я читаю если у меня интересуется вещью которую я не вязала смотрю на ярмарке мастеров подобные цены да наверное анжелика я вязала закет жакет размера с за 50 евро до за работу хочу связать свитер стиле рубан думаю сколько нужно брать за работу фото это да причем заметил если выставляю фото изделия уже на заказчики но естественно не ночью в сарае а днем на улице в парке вот в общем естественной среде эти модели становятся популярными люди любят себя как это сказать ставить на место того человека ой 100 человек в эфире спасибо люди любят себя ставить на место того человека который на фотографии то есть если просто я спрашивала кстати как-то задавала вопрос что лучше в свитер в разложенном виде или свитер на человеке и большинство ответили свитер в разложенном виде но на самом деле потому что отвечают вязальщицы дело в том что те девочки которые покупают они тихонько пишут в директ покупают и уходят и все они не будут комментировать каждый пост комментирует вязальщицы в основном вязаные работы вот и потому что вот вязальщицы ответили что в разложенном виде лучше но на самом деле для продаж лучше на человеке потому что девочка смотрит на фотографию другой девушки девушка идет там предположим по парку вот как кристина написала и сразу за монитором сидящая девушка представляет себя вместо той и примеряет на себе этот свитерок который например на фотографии есть и уже думают идет и не идет нравится ей этот стиль или не нравится очень часто покупка зависит от того какой стиль одежды на фотографии то есть если совпадает у клиента его любимый стиль одежды со стилем одежды на фотографии то человек хочет купить эту вещь вот кстати я очень сильно мечтала мы сейчас возможно тоже мечтаю сделать фотосессию еще насчет цен отвечу сделать фотосессию с негритянкой с настоящей очень люблю чернокожих девушек и на черненьких темненьких не таких вот что-то а и на черных очень мне нравится я обожаю негритянок и очень хочу такой макияж чтобы у них был яркий и я хотела сделать такую фотосессию и фотограф меня отговорила девочка она сказала что нельзя такую делать фотосессию в нашем нашей стране потому что девочки себя ставят на место модели и если там темнокожая девочка никто себя на место темнокожей девочки не поставить потому что это для нас не естественно цвет кожи вот и все вот то же самое со стилем одежды если вы хотите ну даже не то что если вы хотите просто случается так что если стиль одежды мой любимый совпал с тем стилем одежды который на девочки на модели скорее всего мне вещь понравится но тут уже нужно так тонко вы конечно не проанализируете девочки все разные бывают тут уже нужно смотреть наверное на стиль одежды вот стиль вашего свитера вашей вязаной одежды что тоже как-то его правильно сочетать с правильной одеждой короче это очень все сложное тяжело но если вы начнете копаться и углубляться в это то у все равно ваш профиль станет лучше и ваши клиенты будут чаще к вам обращаться это вот насчет того что кристина сказала когда на парке фотографии в парке фотографии сделано естественно среде модель популярная становится я подписана на бузову но это нужно вытерпеть вот видите живой человек реальный то есть не бот подписан на бузову я не считаю в этом что здесь есть что-то плохое ой на бузово подписано какой кошмар да блин какая разница всем людям может нравиться что-то свое поэтому тут мы не говорим о том что я плохо это или хорошо я говорю то о том что куча миллионов у бузовой и там есть куча живых людей которые готовы купить у вас если они на бузову подписаны значит им нравится молодая девушка с красивой фигурой там не знаю с красивой прической и макияжем значит она нормально адекватная девушка которая подписана она тоже захочет что-нибудь модненькое себе купить и точно у вас захочет купить шапку про то что есть аудитория в интернете саша согласна потенциально целевую аудиторию нашу можно найти у бузовой но как их привлечь давайте сейчас перейдем на тему бузовой борщики даже не знаю как она нет знаю как бузова знаю выглядит остальных не знаю мне вот саша бывает кому-то говорить я даже не знаю как она выглядит какая-то модель есть не помню вот у меня тоже проблема вижу вроде хорошо фото стараюсь и заказчиков не так много как хотелось бы я не знаю тут надо уже наверно частным образом что-то анализировать то что я не специалист вообще 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 не специалист в этом я только вот что через что я прошла могу рассказать вам саша что я в тебя в такой влюбленный прям настроение поднимается в эфирах твоих спасибо я тут пока с вами болтаю брошка не вышивается вас только пряжи продаете то что за воде спиной не продаю но у нас есть интернет ой не интернет-магазин мы продаем пряжу короче говоря надо было эту темнокожую девочку совместно с голубоглазым блондином фотографировать много бы кто поставил себя на ее место с красивым мальчиком да может быть у нас девочки не было темнокожие у меня был план подходить к девочкам темнокожим которых я встречаю на улице у нас есть медицинский университет и там много очень темнокожих учиться и предлагать ей но потом вот фотограф девочка нас отговорила что не стоит темнокожую брать и все и как-то это заглохло насчет цены еще вопрос был какую цену ставить тут тоже нужно посмотреть на то что вы хотите какая у вас цель вы хотите набрать много клиентов много опыта чтобы у вас было много продаж вот про стоимость как раз говорю или вы хотите ввязать периодически там раз в недельку что-то медленно и при этом получать хорошие деньги вот вам нужно выбрать потому что я начинала с того что мне нужно было очень много продаж и я очень хотела много клиентов и оставила минимальные цены вот прям вот совсем низкие такие цены которые есть у нас на рынке в магазине каком-нибудь дешевом не супер там какие-то бренды а вот самое такое обычное и тогда у меня очень много было заказов я набирала клиентов и я на и я набирала опыт вот естественно мне нужно было чтобы я и зарабатывала вот поэтому после того как у меня было много клиентов много опыта я цены стала повышать я вам не могу сейчас сказать продавайте свитер там за три тысячи за пять тысяч за восемь тысяч потому что еще многое зависит от региона где вы находитесь если вы продаете в москву ставьте цены московские потому что из москвы девочка например за 3000 скорее всего она не захочет покупать потому что она подумает что это какое-то некачественное опять же нужно смотреть на то какой свитер если он связан из пряжи за три тысячи то естественно вы просто физически 3000 не сможете поставить вот и в то же время если вы продаете у себя где-то в маленьком городке и не собираетесь продавать где-то дальше то смотрите на цены своего городка и например если я поставлю цену 10-15 тысяч в симферополе у меня никто не купит этот свитер тут тоже нужно смотреть на то где вы живете не я не могу сказать что продавайте за вот эту цену и она будет хорошая нужно анализировать разные вот эти вот составляющие ваших продаж каком за городе живете да это мне или девочки если мне то мы в симферополе привет ура первый раз попала на прямой эфир привет так приятно что есть девочки который первый раз сейчас нас отключат давайте я переключусь или в перри заходите у меня смотрела ира которая делает брошки ира приветик но и рамня на ю тубе точно не будет смотреть а может и будет я пока чай попью пока подключается такой рукав тут такой рукав ужас все присоединяйтесь приветик всем ну что ну что есть еще какие то вопросы если есть пишите мне сразу чтобы я не молчала я всегда очень смущаюсь если я просто сижу и молчу мы сегодня говорили про продажу очень интересная тема анжела нам подняла и анжелика да я забыла меня анжелика по моему интересно очень тему подняли не вязальную но в то же время и вязальную как идеи приходят для брошек они они ну да у меня есть идеи но в основном они мне не приходят потому что потому что мне девочки пишут хочу такую-то брошку и сразу я уже начинаю анжелика спасибо и сразу я уже начинаю в голове выкручивать эту идею раскручивать дальше вот так конечно я много всего хочу сделать но мне хватает заказов и очень мне нравится когда девочки заказывают что-то новенькое когда не нужно повторять очень классный эфир ой спасибо вам девочки за тему я всегда говорю придумывайте темы для разговоров потому что мы с вами можем ее раскрутить в какого угодно стороны если бы не ты я этим бы не начала увлекаться здорово так приятно это про брошки да по каким дням эфиры с понедельника по четверг у нас 20 на ноль по москве эфиры четыре раза в неделю я конечно могу где-то как-то халтурить и не проводить по разным причинам у меня с горлом опять хотя я не болею вот но в stories я всегда пишу будет эфир или нет вернее если будет я пишу у меня же глаза слезаться александра добрый вечер добрый скажите на интенсиве можно будет вязать кардиганом или это уже не то можно вязать и кстати это будет очень даже то почему бы нет но вы тогда насчет кардигана я не буду объяснять как вязать то есть я не буду уделять внимание этому на эфирах я могу вам помогать только словесно как-то вы мне например вопросы задаете я вам отвечаю то есть не рассчитывайте на то что я буду рассказывать как вязать кардиган вам нужно будет самостоятельно где-то что-то додуматься и довязать но в то же время я могу помогать просто словами отвечать на ваши вопросы если они будут вот так сколько заказов успеваешь сделать неделю брошек немного совсем чуть-чуть конечно я могу каждый день по брошке делать но у меня есть другая работа которая отнимает время такая же любимая но вы знаете иногда хочется успевать все когда все не успеваю что кажется что что-то не так но я долго думала что вычеркнуть из своей жизни чтобы успевать что-то другое и не знаю ничего не хочу вычеркивать поэтому в неделю я может быть штучки три делаю не больше все рукодельницы говорят что нельзя продавать за девушку этим можно сказать что мастерицы не ценит свое время силы и так далее это говорят рукодельницы вот вы правильно это подчеркнули рукодельницы в это время когда они это говорят они смотрят только на себя то есть на то как им удобно на то как они считают правильно со своей стороны на самом деле клиентов всё равно потратила на время не потратила она время клиентам хочется супер красивую вещь и чтоб недорого было то дело не в том что если вы ставите низкие цены то вы говорите что вы не цените а в том что как я говорила раньше вы привлекаете девушек которые любят сэкономить и вот как раз таки это она не всегда вам в плюс потому что аудитория богатая которая готова платить много она может просто к вам не прийти на пойдет там где дорого потому что она не смотрит на цены что начинает притормаживать да александр у вас свой дом да у нас свой дом пряжу плюшевую какой фирмы посоветуете на плед ребенку три года ой не знаю я вот только из вот этой ализе софте вязала она такая нормальная обычно я не могу сказать что на вал и еще какой-то ла носа по моему да у них там тоже еще есть такая же плюшевая из нее тоже вязала тоже нормально но напомню вся одинаковая которую я щупала трогала мне кажется разница большой нет пряжа плюшевая гималай хорошая вот сейчас кстати очень многие из гималаев этих вяжут хвалят ее но я не могу по свету что я не трогала у вас был опыт вязания именно по ночам был и по ночам и по утрам был очень много спасибо подумаю тогда но в интенсиве участвовать хочу давайте присоединяйтесь ты начала занятия на фона ой не спрашивайте мне про это не спрашивайте потому что нет не начала саша слышите мне говорит не стыдно позоришь и ой у меня эфир приостановлен сашенька наверное уже миллион расспрашивали но все же что будем вязать на интенсиве сегодня увидела что есть видео на ютубе по этому поводу но если не сложно то в двух словах что конкретно лапа пейсу свитер с жаккардом и круглой кокеткой будем вязать в интенсиве так сейчас уже все нормально мне кажется уже все нормально так ярно арт сыпется ой я не вязала из ярмарта они отвязала вязала я шапочку на фотосессию заказывали у меня на фотосессию детскую маленькую шапочку из плюшевая детские пляжи вяжу кималай дольчен baby лучше чем ярмар хотя бы не крошится я смотрю тебя около года все началось и свитеров твоих красивых и тоже захотела научиться вязать для себя красивые вещи мне 16 из учебы остается мало времени очень 10 класса с тяжелым если 16 то это реально еще все впереди я сейчас как бабушка какая-то говорю но правда я в 16 очень активно нет нет не скажу что в 16 активно вязали в школьные годы активно вязала вот так вот но то что я вязала тогда не сравнится с тем что сейчас то есть тогда это было просто ну просто я вязала как бы это так сказать не задумываясь над тем почему я делаю здесь так и так то есть я вязала четко по правилам а когда уже после университета я начала вязать на заказ тогда я стала задумываться почему в этом свитере это вяжется так то и так то есть так уже вот как раз как я вам рассказываю в интенсивах стала задумываться над этим прям вот очень основательно загрузили саши да не времени откуда столько брать чтоб еще и музыка заниматься надо находить где-то время до дольче сыпется вот говорят ой хочу 16 лет верните мне их не я не хочу 16 лет хоть и мне очень 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 нравится в принципе все что я по жизни делаю и у меня нет какого-то такого периода в жизни когда я думаю ой блин лучше я вот пережила как-то по-другому вообще ничего такого нет не все вспоминается как очень крутые времена но сейчас мне еще лучше потому что я с каждым годом себя лучше и лучше чувствую ну не то чтобы физически а вот просто как-то мне кажется что лет 40 это вообще будет мое время я почему-то думаю что как раз таки я наконец-то стану собой потому что я все время к этому иду стремлюсь к тому чтобы прислушиваться к себе слышать себя и закрывать глаза на все что происходит вокруг на все советы и правила я могу стараюсь это делать но все равно еще так много в голове всякого неправильного мне кажется вот годам сорока как раз я стану той кем хочу милая ты наверно так устаешь маленько пожалею тебя сана учитель спасибо не но устаю но я же делаю все то что мне нравится знаете очень грустно и обидно когда люди ходят на работу каждый день и говорят о боже я ненавижу свою работу скорее бы пятница но когда это пятница наступит я уже скорее хочу пенсию или отпуск когда же у меня там отпуск очень много ведь таких людей которые устают и которые не любят свою работу у меня тут наоборот я все люблю и мне все хочется и ничего не успеваю но в то же время я планирую 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 если что-то не успеваю начинаю себя долбить и говорить что-то такая ничего не успела но все равно продолжаю планировать нам бы в 16 лет такие видео мне бы в 16 лет мои мозги которые у меня сейчас но хотя я не скажу что в 16 было какой-то тупицей просто просто в 16 лет еще все равно совсем не взрослый возраст ты так интересно рассказываешь все спасибо я за работу кофточка крючком и стопроцентного шелка 100 грамм шесть тысяч метров хочу взять 4 4 500 рублей не дешево ли ну для меня это дешево ну то есть со стороны вязальщицы если оценивать вас вас как ваш труд но со стороны заказчицы не знаю смотря откуда заказчица смотря как это сказать какой у вас опыт смотря насколько хорошо вы вяжете вот это все тоже нужно учитывать то что если вы вяжете первый раз крупную вещь я не про вас и вообще в целом то может быть даже и много а если вы уже 100 штук таких связали то мало ну так в среднем 4 4 500 но это про нормальная цена для нормального свитера такого вот обычного а если тоненьким крючком то мне кажется это это 40000 должно стоить сашенька расскажите про вашу технику исполнения прикольный вопрос девочки и желание сбываются тогда когда вы перестаете о них думать когда они вам уже не нужны у меня много таких желаний сбылось именно так когда они то что вы думаете так я хочу забыть я хочу забыть я сейчас забуду так вот еще чуть-чуть и я забуду нет ни в это время когда вы просто вот жизнь идет своим чередом течет и в какой-то момент просто вот стирается эта мысль о желании вы забываете потом начинает она сбываться но пока вы искренне через это не пройдете очень сложно желание получить у меня так бывало не знаю как у других у меня бывало так очень важно еще понимать ваши страхи которые связаны с желанием предположим да у вас есть желание я даже не знаю что сейчас можно придумать что-нибудь материальное там спицы предположим есть желание спицы какие-нибудь крутые купить себе но нет у вас сейчас возможности до предположим нужно продумать о том подумать о том какие страхи у вас есть по поводу этого желания возможно страх такое что вы купите эти спицы и потом вы будете себя мучить что вы не потратили их на ребенка своего эти деньги до потратили на спицы возможно страх в том что они вам не понравятся и вы будете жалеть что вы потратили деньги то есть нужно прорабатывать очень хорошо страхи если они у вас есть значит они тоже могут мешать желанию сбыться искренне подумайте над тем что вы боитесь поверьте в каждом желании есть такой страх несколько даже их может быть и тогда начните себя переубеждать что на самом деле это все ерунда и страхи незначительные юля я недавно видела что цены читают считают исходя из связанных метров средняя цена 3 рубля один метр ухтышка не что опять начала тормозить надо прощаться наверно я любила свою работу на так уставала что сил не оставалось почти ни на что приходила домой прав сила час тишины это тоже нормально мне тоже такое бывает вот мне завтра на работа хочется дома повязать мне сейчас чуть за 30 кажется что не успею все перевязать поэтому постоянно в работе ни один проект у меня тоже самое сашенька у меня также с желаниями поэтому правильно говорят отпусти ситуации она решится про желание таки есть у меня есть желание большой дом виснет а сейчас виснет или нет мне кажется виснет надо прощаться девочку девочки у меня тоже было желание дом и она свалилась на меня приветик и она свалилась на меня когда мне было 20 или 21 я уже не помню просто на голову свалилась это желание и я была в шоке от того как все сложилось потому что она просто само собой получилось но не все же за нее так сбываются не все так быстро падают на голову кстати минутка юмора виситом будем прощаться давайте как-то написала я александрик директ спросила ее мнение о качестве моих работ саша посоветовала мне сменить технику на которую я свои работы фотка и вот у меня новый телефон с отличной камерой а это вы я вас помнила тогда сейчас вспомнила вас я поняла тогда кто вы видите желание сбылось как раз я думаю сейчас получится еще лучше давайте прощаться у меня видите тормозит мне инстаграм не дает слишком много болтать давайте тогда прощаться завтра еще о чем-нибудь поговорим все пока всем ужас как заикаюсь в инстаграме поделиться поделились все пока